Так, Александр Аксёнов. Имеет ли будущее НАТО в её нынешнем виде? Или идея Трампа вдохнуть жизнь в эту организацию изначально была обречена на провал? Ну, вы знаете, Александр, НАТО всё-таки меняется. И меняется очень быстро. Мы уже по существу имеем дело с двумя организациями. Восточная НАТО, куда входят страны Балтии, Польша, Украина, Великобритания. И западная НАТО под руководством Соединённых Штатов с желанием договариваться с Путиным. В своё время Байден на какой-то встрече лидеров стран НАТО сказал, что Соединённые Штаты возвращаются. Это после того, как существенно активизирована деятельность НАТО, была Трампом, когда он призвал страны НАТО заботиться о своей безопасности, перейти к обещанным цифрам. Они принимали решение о том, что он на собственную безопасность будет тратить 2% ВВП, но долго не делали этого, рассчитывая на Соединённые Штаты. И Трамп, на самом деле, выполнил очень важную задачу. Он подвигнул страны НАТО, члены НАТО, к тому, чтобы начать думать о собственной безопасности. Было бы всё хуже, если бы не эти первые шаги, которые они совершили. НАТО меняется, и я думаю, что после отхода от власти демократической партии в США эти изменения будут заметнее, очевиднее. 8 ноября выбором и, похоже, боюсь согласить, поэтому скажу осторожно, похоже на то, что в Конгрессе и в Верхней и в Нижней Палате будут доминировать республиканцы, которые придут в Конгресс, получат власть в 2023 году. В это же время, с очень большой степенью вероятности, начнётся процесс импичмента против Джо Байдена. Возможно, успешный, потому что признаков нарушения президентских обязанностей их очень много. В отличие от болтовни вот по поводу, болтовни демократической партии по поводу Трампа, где он якобы был на крючке у Путина, но вот сегодня мы же видим все это очевидно, на крючке у Путина демократическая партия, которая договаривается, с ним помогают ему в Украине и в других местах. Так что признаки изменений радикальных мы получим в ноябре, в начале, после 8 ноября, когда начнут появляться результаты выборов. А реальные изменения начнутся с 2023 года.